Доброе утро! Потому что вроде бы с моей стороны все хорошо, все видно, все работает. Итак, давайте начинать. О чем мы сегодня с вами поговорим? Во-первых, следует вспомнить, что все-таки это наконец-то последняя серия в нашей большой серии тренингов, посвященных Ажуру. И сегодня мы с вами поговорим о одной из наиболее интересных, скорее всего, технологий, которая недавно получила поддержку в Microsoft Azure. Это Azure Container Service. Напомню, если кто-то не был на предыдущем занятии, посвященном автомейшену, меня зовут Саша, я работаю в ВИПАМе на позиции разработчика. И давайте приступать. Краткое содержание сегодняшнего занятия. Во-первых, мы поговорим о том, что такое контейнеры, чем они отличаются от виртуальных машин. Посмотрим на устройства и основные понятия докера, посмотрим на основной принцип докера, build-ship run, посмотрим на архитектуру контейнеров, и также познакомимся с Azure Container Service. Начнем мы, прежде всего, с понятия контейнеров и отличия от виртуальных машин. Что такое контейнеры? Контейнеры – это не виртуальные машины. Очень легко и очень многие люди путают контейнеры с легковесными, lightweight виртуальными машинами, но на самом деле это не так. На самом деле полностью различные архитектуры, о чем мы поговорим чуть дальше, и различные бенефиты от использования виртуальных машин и от использования контейнеров. Что же такое виртуальная машина? Давайте немножко абстрагируемся от компьютерного мира и перенесемся в обычную нашу жизнь. Виртуальную машину можно сравнить с большим домом. То есть, как и у обычного дома, у обычного дома есть, например, скажем, общее отопление, есть вентиляция, есть кондиционирование. У виртуальной машины, в принципе, можно сказать, что она также изолирована от других виртуальных машин. У нее есть свои ресурсы, свой процессор, своя память. Вот в доме, в обычном доме есть дверь входная, то есть это своеобразный уровень изоляции. Этот дом изолирован от окружающего мира. Точно так же и любая виртуалка, которая запущена у вас на гипервизоре, она также изолирована от других виртуальных машин, запущенных на этом гипервизоре. В свою очередь, контейнеры можно сравнить с гостиницей. То есть, в гостинице есть большое количество номеров квартир. Каждый этот номер, собственно, снабжается тем же отоплением, электричеством. Но в этом случае уже контейнеры, не контейнеры, а сами номера в этой гостинице, они используют общую инфраструктуру. То есть, в здании одна единая система отопления, в здании единая система кондиционирования, например. И уже отдельные номера используют эту возможность данного дома, скажем. В любой гостинице, естественно, есть швейцар. То есть, он управляет, какому посетителю и в какой номер поселиться. Если вот эту вот схему наложить на мир контейнеров, то данная гостиница в нашем случае является докер-хостом. То есть, это любая физическая машина, это любая виртуальная машина, это может быть виртуальная машина, поднятая в облаке, в Microsoft Azure, виртуальная машина, поднятая в Амазоне, виртуальная машина, поднятая в нашем собственном дата-центре. Роль швейцара на этой виртуальной машине выполняет Docker Engine. То есть, это отдельное приложение, отдельный процесс на хосте, который управляет всеми контейнерами, запущенными на данном инстансе. В чем отличие и когда использовать виртуальные машины, а когда использовать контейнеры? Несмотря на то, что контейнеры и виртуальные машины, по сути дела, разные технологии, они не взаимоисключающие технологии. То есть, возможно использовать контейнеры, например, внутри виртуальных машин. То есть, здесь, на слайде мы видим справа, у нас гипервизор, на котором развернута операционная система Linux и операционная система Windows Server 2016. Здесь мы можем, например, поднять Docker Engine, развернуть Docker Engine на виртуальной машине как Windows Server, так и Linux. Когда же нужно использовать тот или иной подход? В моем понимании следует учитывать достоинства и недостатки каждой из технологий. И если взять, например, контейнеры, то, естественно, основным преимуществом контейнеризации приложения является его скорость развертывания. Если мы работаем на базе виртуализации, то мы всегда сталкиваемся с такой проблемой, как latency. В любом случае, скорость подъема виртуальной машины на любом современном гипервизоре, в принципе, начинается от 4-3 минут и заканчивается 20 минутами. Допустим, на моем проекте мы используем инфраструктуру Amazon, у нас поднятие одной виртуальной машины занимает 15 минут. То есть нельзя сказать, что это достаточно большие числа, но определенная latency при использовании виртуализации существует. Когда же мы работаем с контейнерами, используя Docker Engine, то процесс поднятия нового контейнера с вашим приложением занимает секунды. То есть мы сегодня на демо убедимся в том, что развертывание, масштабирование нашего приложения длится буквально несколько секунд. Другим немаловажным преимуществом использования контейнеризации приложений – это то, что любой контейнер сам по себе самодостаточный. То есть все необходимые данные, все необходимые настройки инвариумента, все необходимые библиотеки, все необходимые пэккеджи, которые используются в нашем приложении, они находятся внутри нашего контейнера. Что это нам дает? Это нам дает уникальную возможность портировать данный контейнер на любые другие системы и среды. То есть вы хотите запустить, допустим, ваш контейнер в пределах Microsoft Azure – не проблема. Вы хотите, например, взять этот же контейнер и запустить его в Amazon – не проблема. Вы хотите, например, этот контейнер взять и запустить у себя на сервере, вы также сможете это сделать легко и просто. Если же говорить о виртуальных машинах, то этот процесс не такой простой. Но все же виртуальные машины обладают своими преимуществами по сравнению с контейнеризацией. Так как виртуализация серверов уже существует достаточно давно в мире информационных технологий, то она обрела достаточно большим количеством удобных и полезных фич, таких как Site Recovery, таких как High Availability. Все это, в принципе, на сегодняшний день поддерживается любым современным гипервизором. Что касается контейнеризации и докера в частности, то этого сейчас нет, но нет на сегодняшний момент. То есть, в принципе, я думаю, над этим работают, и контейнеры будут расширяться и дополняться. Кроме того, естественно, стоит понимать, что если мы используем контейнеризацию приложений, то мы завязаны четко на операционной системе. Это значит, что если вы используете или разрабатываете приложения, работающие на базе семейства операционных систем Windows, то вы не сможете этот контейнер запустить на Linux. И наоборот. Если же у вас есть такое требование, то это сценарий виртуализации, то есть это только гипервизор. Гипервизор позволяет вам осуществлять так называемый Mixed Workloads. То есть вы сможете легко развернуть виртуалку на одном физическом сервере, вы сможете развернуть виртуалку как на Windows сервере, так и на Linux. Сегодня мы поговорим в теорию, мы покроем о связке Docker и Windows сервер. Так как Docker уже достаточно давно работает с семейством Linux, то если смотреть на Windows, полноценная поддержка появилась буквально пару месяцев назад с официальным релизом Windows сервера 2016. До этого, естественно, был техникал превью, но официальный релиз операционной системы вышел буквально в сентябре-октябре. Значит, как происходит, как осуществляется поддержка Docker в Windows сервере? Следует понимать, что ядро Windows сервера было переработано с учетом базовых примитивов для поддержки контейнеризации. Это полноценная поддержка Docker Engine, то есть это никакой не порт. Полноценный Docker Engine, полностью работающий по типу Linux версии. Полная поддержка API, полная поддержка CLI, то есть если у вас есть какие-то наработки с Docker, работающий на Linux, эти наработки, эти скрипты будут точно так же работать и для Windows сервера. Значит, Microsoft является одним из основных контрибьюторов Docker. Он входит на самом деле в топ-5. И кроме поддержки Windows контейнеров в Windows сервере, есть такое понятие, как Hyper-V контейнеры. Значит, когда мы работаем на Windows сервере, когда мы используем контейнеризацию на Windows сервере и упаковываем наше приложение в Windows контейнер, этот контейнер сам по себе использует ядро операционной системы. То есть само ядро операционной системы, судя по всему, оно расшаривается между этими контейнерами. Для некоторых кастомеров это недопустимо. То есть есть клиенты, которые требуют, чтобы их приложение работало полностью в изолированной среде и никак не использовало расшаренное ядро операционной системы. Для этих целей в Windows сервере есть поддержка Hyper-V контейнеров. Значит, Hyper-V контейнер на самом деле это урезанная версия операционной системы на базе Hyper-V, урезанная и легковесная. Естественно, мы теряем скорости, но мы приобретаем в изоляции. В данном случае, если мы используем Hyper-V контейнер, ядро операционной системы не расшаривается между всеми контейнерами на данном хосте. и мы получаем дополнительный уровень security и изоляции. Данный слайд, в принципе, многие из вас, кто сталкивался с докером, уже видели. Его можно увидеть на официальном сайте docker.com. Он посвящен основному принципу и слогану докера – это build-ship run. Что стоит понимать, когда мы используем docker? Во-первых, используя docker, мы можем запускать любые приложения, абсолютно любые приложения. Естественно, я имею в виду серверные приложения. Это, естественно, не клиентские приложения с reach UI, с богатым UI. Можно запускать java-приложения, dotnet-приложения, dotnet-core-приложения, ASP-NET, ASP-NET Core, любые системы хранения данных, такие как SQL-сервер, Hadoop и так далее. Поддерживаются, docker может запускаться на семействах операционных систем, как Linux, так и Windows. Что касается Linux, то здесь поддерживаются дистрибутивы, начиная с версии 3.0. Что касается Windows, то здесь поддержка осуществлена только в версии 20.16. И, конечно же, мы можем запускать наши контейнеры, как на физических серверах, так и на виртуальных, так и в облаке. Итак, build-ship run. Небольшой словарь о том, какие основные составные части и основные артефакты при работе с докером. Во-первых, это, конечно же, docker-image. Что такое docker-image? Docker-image – это набор так называемых лейеров, слоев, которые формируют наши приложения. То есть, если кто-то из вас видел структуру docker-файла, значит, docker-файл – это основной файл, в котором это набор инструкций, по которым строится имидж. Так вот, этот docker-файл, он состоит из целого ряда инструкций. Каждая из этих инструкций, собственно, добавляет дополнительный уровень и дополнительный слой. Как только данный имидж готов, образ нашего приложения со всеми зависимостями, то мы имеем возможность этот имидж развернуть в виде контейнера. То есть, по сути дела, контейнер – это запущенный имидж. Docker-Engine. Docker-Engine, как я уже говорил в начале презентации, это управляющая программа. Ее основное предназначение – это создание docker-контейнеров, управление имиджами, это запуск docker-контейнеров, удаление docker-контейнеров, остановка и так далее, и тому подобное. То, о чем мы еще с вами не говорили, это docker-trusted-регистри. Как только у вас есть готовый имидж, то есть вы составили свой docker-файл, построили имидж, вы его можете… Естественно, он у вас сохраняется, прежде всего, у вас на локальной машине. Как только он у вас готов, вы его можете запушить в так называемый registry-сервис. Значит, на сегодняшний момент docker предоставляет такой сервис, он носит название docker-хаб. Это публичный репозиторий для ваших имиджей. Кроме того, так как docker сам по себе open-source, есть так называемый docker-trusted-регистри. То есть это то, что предоставляется на платной основе. Это то, на чем docker, собственно, делает деньги. В данном случае, если вам необходим такой приватный репозиторий, то мы его покупаем, и у нас есть возможность поднять его в нашей инфраструктуре и хранить в нем наши docker-имиджи. Давайте теперь посмотрим на основные команды. Основные команды, я их, в принципе, собрал на этом слайде. В данном случае посмотрим первая команда docker-pool-nginx. Что делает эта команда? Когда мы запускаем эту команду из себя на локальной машине, то docker прежде всего смотрит в локальный кэш имиджей и ищет там данный образ под именем nginx. Если вы запускаете первый раз этот имидж, то его, естественно, у вас локально нет. Значит, docker идет в docker-hub, и из этого docker-hub скачивается данный образ. Вторая команда – docker-images. Эта команда, собственно, отдает нам в output список установленных локально образов. Третья команда – docker-run. Она позволяет нам запускать наши имиджи на локальном инстансе. То есть эта команда создает контейнер. Здесь в параметрах мы видим diffuse-d. Это означает, что docker у нас запускается в detached-моде, в detached-режиме. То есть есть возможность в интерактивном режиме запустить, мы увидим, как это сделать в демо, и есть возможность в бэкграунд-режиме запустить. В данном случае запускается контейнер в бэкграунд-режиме. Параметр p означает, что он позволяет нам осуществлять маппинг топ-портов. В данном случае мы видим следующую схему 5000. 5000. Что это значит? Это значит, что внутри контейнера мы открываем порт 5000 и маппим этот порт на такой же порт 5000, но уже на вашем докер-хосте. И доступ к данному приложению можно будет получить, обратившись к данному порту. Следующий параметр – это name. Name позволяет нам задать имя нашего контейнера. После спецификации имени мы указываем имидж, из которого поднимать наш контейнер. В данном случае мы видим это phishing-alex slash sample-web-up. И через двое точек мы видим latest, это так называемый тег. То есть, когда мы строим наш имидж, мы его можем тегировать. Это очень удобно делать, допустим, в условиях continuous integration и continuous delivery. То есть, любой контейнер, любой имидж, который вы строите, вы тегируете, допустим, в следующей новой версии приложения. Latest означает, естественно, последняя версия. Следующая команда – DockerPS. DockerPS позволяет нам получить список запущенных контейнеров на Docker-хосте. Команда DockerStopSampleWebUp позволяет нам остановить контейнер. В данном случае эту команду можно использовать как с передачей имени контейнера, так и с передачей идентификатора контейнера. Следующая команда – DockerRM. DockerRM позволяет нам удалить контейнер с нашего хоста. Она также принимает как название контейнера, так и его идентификатор. Команда DockerRMI позволяет нам удалить имидж. Здесь мы можем удалить как имидж без использования тега, так и с указанием конкретного тега. Команда DockerBuild. Команда DockerBuild позволяет нам построить наш имидж. В данном случае мы видим, что имидж будет иметь имя FishingCollectSampleWebUp. Последняя команда, представленная здесь, это DockerPush. DockerPush позволяет нам отправить наш имидж, уже предварительно построенный имидж, в Docker Hub. Мы увидим, как это сделать, тоже на демо. Пример Dockerfile. Итак, как я уже говорил, Docker Image возможно построить только имея в распоряжении разработанный Dockerfile. Dockerfile представляет из себя набор инструкций, каждая из которых выполняет определенную роль. В этом конкретном случае мы видим, это Linux пример, что здесь происходит. первая инструкция называется FromAlpine Latest. Это значит, что мы инструктируем Docker пойти в Docker Hub, найти там Linux Distributive Alpine и скачать его локально и построить на его базе наш собственный имидж. Следующая инструкция Run APK это запуск пакетного менеджера и инсталляция Python. Как только у нас Python скачен, мы видим, что используется команда Run для этого. Мы имеем у себя на Docker хосте в распоряжении файл requirements.txt. Здесь задаются все dependencies нашего приложения и для того, чтобы его использовать, мы копируем этот файл с Docker хоста, то есть с нашей собственной машины на контейнер в конкретный фолдер User.src app. После чего мы инсталируем все эти dependencies с файла requirements.txt и у нас готовый environment по сути дела. Дальше мы копируем в Docker контейнер сам файл приложения app.pi и после чего нам необходимо открыть порт. То есть здесь мы открываем порт 5000 и последняя инструкция она запускает собственно наше приложение вот таким вот образом. Также очень важно знать, что добавление каждой инструкции добавляет определенную сложность в Docker контейнер и от этого Docker контейнер теряет производительности. То есть мы об этом чуть позже поговорим на самом деле. Но вот допустим на следующем примере это можно увидеть конкретно в данном случае. Например мы видим что здесь команда PowerShell она сконкатинирована сама по себе. То есть это одна большая команда одна инструкция Docker. Это сделано для того чтобы улучшить производительность контейнера и уменьшить его размер. Этот пример уже основан на другом образе. данный образ называется Microsoft Windows Server Core. Этот образ построен на базе операционной системы Windows Server Core. Тут мы видим что сначала мы берем этот имидж после чего мы объявляем три переменных среды которые будут дальше использоваться в нашей PowerShell команде. Предпоследняя команда предпоследняя инструкция run она запускает PowerShell и этот большой PowerShell одна сконкратенированная строка в данном случае что она делает она на самом деле здесь загружает дистрибутив Node.js проверяет правильно ли загружен этот дистрибутив открывает этот архив дальше заполняет необходимые переменные среды в данном случае пас и после чего удаляет zip файл ранее загруженный и в конце мы видим инструкцию Docker CMD Node.xz то есть у нас запускается Node.js в рамках этого контейнера собирая все воедино можно представить достаточно удобный и полезный сценарий когда мы как разработчики приходим в вернее не приходим начинаем нашу работу путем скачивания Docker имиджа себе локально на компьютер добавление туда всех необходимых файлов приложений приложения отправки этих изменений обратно в Docker Thrust Registry откуда он уже предоставляется в виде готового образа и с этим образом уже начинает работать команда DevOps этот образ он как я уже говорил самодостаточный и DevOps Team имеет возможность запускать его абсолютно в любой среде то есть мы можем использовать как предложение Microsoft Azure тот же Azure Container Service так и предложение от AWS и кроме того сам Docker сам по себе предлагает свой собственный клауд под названием Docker Data Center Коллеги я попрошу замутаться потому что я слышу звук да спасибо итак мы подошли с вами к первому демо в рамках этого демо мы посмотрим как построить собственный имидж как запустить контейнер и также посмотрим что такое Docker Compose и как его использовать значит прежде всего давайте остановимся на том что необходимо для запуска нашего Docker в первую очередь нам необходима современная операционная система то есть если вы пользователь Windows то нам понадобится либо Windows 10 Professional Edition Education либо Enterprise да вроде бы там три версии подходят либо нам нужна серверная операционная система Windows Server 2016 значит у меня здесь операционная система Windows 10 Pro как вы знаете в этой операционной системе поддерживается Hyper-V изначально и в рамках этого гипервизора Docker запускает операционную систему Linux и в этой операционной системе мы будем запускать наш контейнер значит все это звучит достаточно страшно но на самом деле нам все что нам необходимо это скачать дистрибутив то есть мы заходим на сайт Docker.com и здесь находим дистрибутив для Windows скачиваем этот инсталлятор устанавливаем его себе локально и после чего у нас появляется возможность запускать Docker контейнеры значит я его сейчас запущу у себя да вот у нас видим сейчас Docker происходит инициализация Docker так следующее значит как только у нас Docker инсталирован и успешно запущен что мы делаем у меня здесь в рамках этого демо я хотел бы показать простейшее .NET Core приложение то есть мы будем сегодня работать с Linux based докером то есть докером работающим на Linux почему так потому что Azure контейнер сервис на сегодняшний день он в продакшен релизе поддерживает только Linux я думаю поддержка Windows сервера появится с дня на день так как сама операционная система уже была отправлена в релиз в рамках этого демо значит как я уже сказал будет показано простое .NET Core приложение создать его достаточно просто то есть мы идем в пункт меню New Project здесь выбираем .NET Core и .NET Core Web Application после того как у нас как мы выберем данный пункт меню у нас открывается простое веб-приложение мы можем его сейчас даже локально запустить и посмотреть как оно выглядит я думаю многие из вас пробовали создание этого приложения и уже видели его вид значит это заглушка значит что мы с ней будем делать мы ее упакуем в докер мы ее сбилдим в докере в самом контейнере и запустим в этом контейнере значит давайте я сейчас открою небольшой help для меня там где я собрал свои скрипты значит commands да вот сюда для работы с докером я рекомендую для работы с докером из командной строки я рекомендую использовать PowerShell так как PowerShell предлагает более широкие возможности по сравнению с обычной командной строкой значит первая команда которую я бы хотел показать это команда запуска контейнера на базе имиджа Microsoft iSpanet Core Build то есть смотрите есть хаб как я уже говорил он доступен по адресу hub docker.com если мы сюда зайдем то здесь мы сможем увидеть все докер имиджи доступные доступные разработчикам в данном случае мы используем iSpanet Core Build почему Build потому что мы хотим сбилдить наше приложение внутри контейнера то есть если бы нам этого не понадобилось мы бы использовали простой имидж iSpanet Core вот он этот образ здесь мы можем получить краткое описание этого образа посмотреть связанную информацию и посмотреть как построить например свой собственный докер имидж на базе этого образа давайте вернемся к нашей команде выделим ее и запустим да вот что стоит еще отметить значит тут параметрах я передаю IT IT знает значит интерактив режим то есть как мы видели как я уже говорил можно в детач режиме запустить в данном случае запускается интерактивный режим и мы сразу же попадаем в Linux в этот Linux контейнер значит запуск произошел очень быстро потому что у меня этот имидж уже был скачан и установлен на мой компьютер если бы это было первый раз естественно мы бы немножко подождали пока докер скачал этот имидж с хаба значит посмотрим да это у нас стандартная операционная система Linux значит что еще здесь я хотел бы показать это дополнительные пэккеджи которые установлены в данный образ данные зайдем в 64 и увидим что в данном образе уже сразу идут предустановлены полезные нюгет пэккеджи которые мы можем использовать в нашем приложении это значительно ускоряет разработку самого такого приложения для того чтобы выйти из запущенного контейнера просто набираем команду exit сейчас мы вышли опять в наш хост и следующая команда уже чуть более сложная в данной команде мы запускаем наш контейнер в таком же интерактивном режиме но здесь мы добавляем дополнительные параметры во-первых первый параметр это параметр под названием V он определяет так называемые data volumes данные диски с данными которые подключаются в наш контейнер сам по себе контейнер он не персистент то есть все что мы пишем в нашем контейнере все файлы которые и данные которые мы записываем в файловую систему после остановки контейнера они удаляются для того чтобы избежать этого мы подключаем к докер контейнеру определенную папку доступную на хосте в данном случае мы видим что PVD отвечает это поваршел переменная которая представляет из себя текущую директорию то есть если мы просто здесь наберем эту команду мы видим что она отображает текущий каталог путь к текущей директории то есть мы в данном случае мапим текущий каталог в фолдер контейнера под названием sln это значит что все файлы в нашем каталоге докерхост будут доступны в папке sln следующая команда мапит порты то есть у нас контейнер будет доступен вернее приложение внутри контейнера будет работать на порту 80 тогда как на локальном хосте то есть на моей физической машине этот контейнер будет доступен используя порт 8080 опять же используем тот же самый имидж давайте запустим эту команду и мы видим что мы опять попадаем в интерактивную среду посмотрим список папок мы видим что здесь каталог появился sln если мы туда зайдем и посмотрим на него то мы увидим наши файлы то есть мы сейчас откроем сейчас этот каталог открыт из контейнера теперь мы его откроем на самом хосте я не то выбрал так это это мы закроем давайте посмотрим правильно ли отработал маунтинг этого диска если мы сейчас в этой папке создадим какой-то файл допустим touch то он появится у нас в хосте то есть он появляется как в контейнере вот он находится здесь так он и появился у нас в нашей машине это означает что подключение дейта волюма произошло успешно значит следующая команда посмотрим это команда .NET restore .NET restore это уже команда не докера это команда .NET core она позволяет нам заресторить все наши пэкаджи давайте выйдем останемся там да и запустим .NET значит команда .NET restore анализирует текущий каталог находит в нем файл project.json в этом файле специфицированы все нюгет пэкаджи используемые данным приложением после чего все эти пэкаджи скачиваются в этот контейнер и устанавливаются следующая команда у нас .NET publish она позволяет нам опубликовать приложение в определенный фолдер сбилдить и опубликовать значит тут мы видим что мы идем по пути sfc sample webapp по json после чего мы указываем что мы хотим сбилдить наш проект в релизе и положить и положить в данный подкаталок подкаталок publish значит давайте запустим что скопировать скопировать надо сейчас происходит компиляция нашего приложения и публикация его в заданный подкаталок как только этот процесс закончится мы увидим в нашем folder publish сбилденный сбилденный проект значит вот сейчас оно закончилось и мы видим что здесь появилось появилось наше приложение в виде набора dll так значит дальше что мы хотим сделать с этими файлами во первых мы в нашем докер контейнере зайдем в этот каталог где publish сейчас я чищу окно и я хочу его запустить то есть для того чтобы запустить это приложение необходимо воспользоваться вот такой вот простой командой значит приложение запускается как мы видим все прошло успешно и теперь я должен открыть это приложение в своем браузере значит как я уже говорил мы сделали port mapping 8080 то есть в самом контейнере приложение слушает входящий реквесте на 80 порту мы получаем доступ к этому контейнеру через наш докер хост для этого выбираем 8080 да вот у нас запущенное приложение то есть как мы видим я создал докер контейнер запустил этот контейнер в линуксе и запустил его используя докер CLI для windows и открыл его тоже у себя на windows то есть достаточно на самом деле раньше там пару лет назад это было бы просто нереально значит следующее что давайте остановим вот мы видим уже что здесь выдается список веб квестов которые произошли значит мы выйдем из нашего контейнера следующая команда значит она позволяет нам упростить все вот эти вот процедуры давайте откроем наш solution в студии и откроем файл build.sh значит это линуксовский файл содержащий линукс команды значит здесь мы говорим что в принципе список команд такой же как и был в предыдущем случае но дополнительно мы еще очищаем каталог с результатами паблиша после чего опять же запускаем .NET publish и билдим наш проект значит для того чтобы этот скрипт выполнился во время поднятия контейнера мы в конце нашей команды докер run указываем указываем инструкцию или команду которая будет выполнена сразу же после запуска в данном случае у нас это команда shell и в параметрах этой команды мы передаем путь к файлу со скриптом значит все остальное остается неизменным если мы сейчас запустим эту команду то мы должны получить такой же результат да как мы видим контейнер запускается докер видит что есть файл со скриптом который необходимо выполнить и он начинает выполнять все команды указанные в данном файле значит сейчас происходит восстановление всех пакетов используемых приложением как мы видим завершилось успешно после чего начинается паблиш и наше приложение будет опубликовано в каталоге заданном нами значит следующая следующая команда это команда докер композ значит что такое докер композ докер композ позволяет нам декларативным способом задать список наших контейнеров в виде одного файла то есть если бы мы не имели возможность использовать докер композ то нам пришлось бы каждый контейнер описывать отдельно то есть докер композ позволяет декларативным способом описать все наши приложения контейнеризированные приложения после чего мы можем запустить определенную команду которая разберет этот файл и развернет нашу систему это удобно на самом деле в продакшн энвайроменте то есть в ежедневной нашей работе то есть если для целей тестирования для целей обучения можно не использовать докер композ то естественно в реальных проектах докер композ очень удобен потому что ваши проекты как правило состоят не из одного контейнера а они состоят из целого списка контейнеров значит у нас здесь в салюшене находится файл докер композ build yaml значит он в принципе сформирован следующим образом в первой инструкции давайте посмотрим кстати отработал да успешно отработал значит у нас проект сбилдился в контейнере значит вернемся к докер композ файлу здесь мы видим версию версия 2 используется дальше мы задаем список сервисов то есть это по сути дела список контейнеров у нас здесь будет один контейнер всего лишь на всего он он будет называться sample webup compile после чего мы указываем image опять же используем image sp.net core build после чего мы указываем какие data volumes мы подключаем в наш контейнер то есть мы осуществляем тот же самый маппинг который мы делали вот здесь только в данном случае мы говорим что в данном случае мы используем вот такую вот нотацию значит точка означает это текущий каталог мы маппим на подкаталог sln в контейнере задаем working директорию рабочая директория будет sln и как entry point мы используем опять же нашу команду shell с передачей параметра пути к скрипту для того чтобы поднять контейнер таким способом используя Docker Compose мы обратимся к команде Docker Compose App давайте ее запустим сейчас я здесь очищу экран и запущу да у нас опять же происходит аналогичный процесс но теперь с использованием Docker Compose эта команда в принципе достаточно проста в параметрах мы передаем путь к нашему темплейту F и путь к темплейту после чего мы рим App то есть мы поднимаем наш контейнер из данного темплейта кроме того мы бы могли если бы у нас чуть более сложный темплейт был мы бы нам могли сюда также передавать путь к темплейту с параметрами то есть здесь система в принципе аналогичная как в Azure Resource Manager есть есть темплейт есть файл с параметрами к этому темплейту в данном конкретном случае мы не используем параметры но такая возможность есть да вот мы видим что наше приложение успешно скомпилировано и опубликовано внутри нашего контейнера и сделали мы это при помощи Docker Compose следующий скрипт это Docker Build здесь мы уже должны обратиться к Docker File значит что мы хотим сделать мы хотим построить свой собственный образ и в этот образ мы хотим включить наше приложение то есть по сути дела контейнеризировать наше приложение для того чтобы это сделать мы открываем Docker File вернее мы его добавляем естественно и в нашем случае он достаточно простой значит здесь всего лишь 5 команд опять же мы говорим вот кстати разница здесь мы уже нам нет необходимости я вернее я не хотел бы билдить проект я хотел бы его просто запустить этот application для этого мне уже образ нужен Microsoft ASP.NET Core это стандартный регулярный образ для запуска ASP.NET Core приложений после того как я указал образ и он будет скачен с хаба мы указываем рабочую директорию это будет application если такой директории в контейнере нет она будет создана следующая команда копирует все файлы с докер хоста с текущего каталога докер хоста в рабочую директорию контейнера то есть в application после чего мы экспозим 850 порт и указываем entry point .NET sample webapp dll то есть по сути дела когда будет этот контейнер запущен у нас будет работающее приложение вернемся к нашему скрипту значит здесь этот скрипт это команда docker build сейчас я тут очищу экран да значит какие параметры она принимает docker build первым параметром мы передаем путь к каталогу в котором лежит docker файл этот docker файл будет автоматически там найден и следующий параметр это задание тега то есть в данном случае мы тегируем наш имидж в виде sample webapp optimized когда мы запускаем эту команду происходит компиляция docker файла и построение docker имиджа в данном случае сам процесс прошел очень быстро потому что у меня на самом деле уже этот имидж был и данный имидж появляется у нас на локальной машине для того чтобы увидеть это можно запустить команду docker images здесь мы видим список всех имиджей которые установлены локально вот мы видим только что созданный имидж значит его имя sample webapp тег у него optimized тут мы видим его image id когда он создан вот даже видите 2 недели назад он создан то есть на самом деле там ничего не изменилось вот и мы видим его размер только у нас готов имидж мы его можем запустить делаем мы это при помощи команды docker run в команде docker run мы передаем следующие параметры параметр d определяет то что контейнер будет запущен в режиме в бэкграунд режиме команда p и вот она сделана вот таким вот образом видите здесь буква в верхнем регистре это означает что мы инструктируем docker автоматически присвоить порт порт на локальной машине то есть в докере мы открыли 80 порт в контейнере а на хосте мы просим докер создать какой-то рандомный порт ну и указываем дальше название имиджа как только мы выполнили эту команду docker запустил контейнер то что этот контейнер запущен мы можем проверить используя команд docker docker ps значит docker ps как я уже говорил она нам отдает список запущенных контейнеров видим что у нас контейнер запущен и видим очень важную вещь это вот вот эту вот порт видим что 80 порт в контейнере и на него поставлен маппинг с портом 32768 откроем это приложение 768 и мы видим что приложение успешно открывается значит теперь ну давайте попробуем его наверное остановить по моему docker stop и мы передаем его идентификатор да у нас теперь контейнер остановлен tocker ps у нас ничего не возвращает и здесь мы ничего не получим скорее всего да то есть контейнер остановлен так ну вот это вот команда вспомогательная в принципе команда она позволяет нам удалить все все контейнеры со статусом exited удалить удалить с локальной машины значит первая демо у нас закончена если есть вопросы задавайте пожалуйста либо мы будем переходить к следующему разделу значит немного пару слов о архитектуре docker контейнера значит здесь мы видим что контейнер представляет собой набор слоев в данном синем в синем боксе мы видим что у нас следующий докер имидж он построен на базе производства стима debian дальше добавляется emux и добавляется apache в желтом боксе мы видим какой-то фейковый по сути дела не существующий имидж buzybox возможно он даже кстати существует не знаю не проверял и отличие по сути дела отличие имиджа от контейнера заключается в том что у нас есть дополнительный слой сверху read write слой позволяющий нам писать данные но как только данный контейнер останавливается или удаляется этот слой с имиджа снимается то есть у нас по сути дела контейнер сам по себе не умеет хранить данные для этого мы подключаем дата диски вот собственно то о чем я говорил то есть если нам нужна data persistence то мы должны подключить в наш контейнер определенный каталог и замапить этот каталог на файловую систему докер хоста можно это сделать используя докер файл и также можно это сделать используя командную строку также можно расшаривать определенные каталоги на докер хосте между несколькими контейнерами но тогда естественно необходимо позаботиться о вопросах синхронизации параллельного доступа к этому каталогу пару слов пару рекламных слов скажем так согласно исследованиям докер позволяет релизить приложение в 13 раз быстрее по сравнению с классическими способами способами деливери программных продуктов кроме того на 65% сокращается время анбординга новых разработчиков это в принципе легко объяснить тем что когда к нам на проект допустим заходит новый человек то ему нет необходимости самостоятельно устанавливать само приложение продукт устанавливать все депенденси данного продукта настраивать свой локальный environment все что ему необходимо сделать это получить контейнер контейнер внутри себя содержащий все необходимые зависимости и дальше просто запустить данный контейнер кроме того полностью убирается классическая проблема любой разработки под названием works on my machine так как у нас контейнер самодостаточный содержит в себе все что необходимо нашему приложению эта проблема полностью не актуальна то есть то что вы запускаете и то как работает контейнер у вас локально на машине точно так же он будет этот контейнер работать на QA environment на Dev environment и на production environment не будет никаких отличий как же начать работать с докером существует на самом деле три сценария первый сценарий это если у вас существует уже разработанное приложение это монолитное приложение и вы не хотите его разбивать вы хотите только получить одно из преимуществ докера его это преимущество называть lift and shift то есть это уникальная портативность вашего приложения то есть вы можете упаковать ваше монолитное приложение в докер контейнер после чего этот контейнер можно легко запускать в любых условиях будь то облако будь то физический сервер будь то виртуализированный сервер в нашем собственном дата центре и так далее второй сценарий это когда вы берете свой монолит приложение свое большое существующее приложение и разбиваете его на микросервисы то есть вы находите те места в вашем приложении где можно разделить функциональность и оформить ее в виде отдельных компонентов после чего эти компоненты упаковать в контейнер и перейти к так называемой архитектуре микросервисов третий сценарий это разработка собственно изначально разработка приложения с учетом микросервисной архитектуры здесь вы сразу же начиная здесь вы с нуля пишите ваше приложение сразу же разбиваете его на микросервисы и после чего упаковываете их в контейнеры и запускаете в облаке либо в другой любой подходящей среде в которой запущен докер энджин первый сценарий lift and shift существует удобная утилита под названием image to docker она доступна в PowerShell галереи и эта утилита позволяет нам значительно упростить и подготовить наше монолитное приложение к упаковке в докер если кому будет интересно то можете перейти по данной ссылке и посмотреть как работает данное приложение пару слов о продукте под названием докер дата-центр значит сам по себе докер это open source проект но компания докер делает деньги предоставляя платные платные услуги и данная услуга носит название докер дата-центр значит это это веб значит это приложение этот продукт состоит из нескольких основных компонентов первый компонент это докер universal control plane это собственно веб UI через который мы можем оркестрировать наши контейнеры мы можем управлять ими запускать останавливать масштабировать второй компонент это докер trusted registry то есть репозиторий для наших докер имиджей и третий компонент основной это коммерчески поддерживаемый докер engine на сегодняшний момент есть возможность разворачивать кластеры с на базе операционной системы linux но в конце 2016 года возможно уже даже сейчас есть поддержка windows environment так с чего начать начать можно развернув виртуальную машину linux минимальная версия ядра 3.10 и установить туда докер для windows как я уже говорил это windows pro либо windows enterprise либо windows education либо если мы используем windows сервер то нам необходимо разрешить контейнер роль после чего у нас появляется возможность работать с докером и вот в конце мы как раз подошли к Azure container service пару слов о том почему так мало времени уделено именно конкретно container service в Microsoft Azure сделано это по той простой причине что Azure container service на самом деле ничего сверхъестественного не предлагает то есть согласно определению самого это это сервис на платформе Microsoft Azure который позволяет упростить процесс создания конфигурации и менеджмента кластера виртуальных машин которые уже предварительно спрей конфигурины для запуска контейнеризированных приложений то есть по сути дела значит ну естественно все мы понимаем что докер хорошо и удобно использовать локально и просто достаточно но когда мы переходим в условия продакшена нам необходим кластер виртуальных машин как только мы переходим в состояние кластера виртуальных машин нам необходим определенный оркестратор то есть система которая будет управлять как виртуальными машинами самими по себе так и разворачиваемыми докер контейнерами на этих виртуальных машинах значит Azure Container Service позволяет упростить создание такого оркестратора значит что конкретно предлагает Azure Container Service на данном слайде мы видим два блока которые предоставляются из коробки сервисом значит это инфраструктура естественно то есть поднимая кластер виртуальных машин вернее разворачивая Azure Container Service у нас автоматически разворачиваются виртуальные машины эти виртуальные машины объединяются в виртуальные сети назначаются IP-адреса задаются Network Security группы и так далее и тому подобное то есть вся эта сложность если бы мы делали это вручную вся эта сложность уходит кроме того после того как кроме предоставления инфраструктуры также Azure Container Service разворачивает для вас определенный оркестратор сейчас поддерживаются три оркестратора то есть это DCOS это продукт от компании Mesosphere он работает на базе распределенного ядра Apache Mesos мы в демо будем использовать как раз этот продукт кроме того предоставляется возможность развернуть оркестратор Kubernetes от Google и предоставляется возможность развернуть оркестратор Docker Swarm эти два первые два блока инфраструктура и сам по себе оркестратор они упаковываются естественно в ARM темплейт то есть у нас есть один темплейт который разворачивает весь большой кластер виртуальных машин все что нам остается сделать это написать собственное приложение схема того как развертывается кластер виртуальных машин на базе Azure Container Service во-первых поднимается availability set с мастер availability set здесь собственно на этих виртуальных машинах у нас запускается программное обеспечение оркестратора то есть это либо Kubernetes либо DCOS либо Swarm наши клиенты докер клиенты которые допустим запускают приложение в этом кластере как раз работают с мастер нодами здесь открываются определенные порты через которые мы можем получить доступ к мастер ноде значит посередине мы видим другой набор виртуальных машин VM scale set это публичный публичный кластер так называемый agent nodes то есть здесь по сути дела уже работают наши контейнеризированные приложения приложения которым необходим доступ к внешней среде то есть если у нас допустим веб приложение которое получает трафик из интернета либо какое-то бэкэнд приложение которому самому необходим доступ к интернету он обращается допустим к какому-то API то мы помещаем данный контейнер в этот в этот кластер в случае если нам необходимо закрытое функционирование приложения мы помещаем этот контейнер в приватную сеть private engine nodes значит кроме того у нас автоматически конфигурируется лот балансер Microsoft Azure который перебрасывает весь трафик на наши контейнеры развернутые в кластере Azure Container Service значит мы перешли ко второму демо в данном демо мы развернем Azure Container Service и поднимем наше приложение внутри сервиса от Microsoft Azure значит давайте перейдем в Azure Portal и я покажу как создать контейнер сервис в облаке значит мы выбираем новый ресурс здесь мы пишем Azure Container Service вот он у нас появился выбираем первое предложение здесь простая информация и информация о том что из себя представляет Azure Container Service значит здесь мы в первом блейде задаем во-первых имя пользователя используя который мы будем получать доступ к мастер нодам во втором поле нам необходим SSH публичный ключ SSH значит как его сделать для того чтобы получить этот ключ нам необходим патиген то есть это генератор таких ключей значит сейчас я покажу как его сделать значит это отдельное приложение которое можно скачать в интернете мы его запускаем и здесь мы выбираем Generate значит мы генерируем такой ключ у нас у нас получается два файла один с публичным ключом другой с приватным ключом сохраняем эти файлы у себя локально у меня они сохранены вот здесь открываем приватный ключ ой не извините открываем публичный ключ открываем публичный ключ копируем вот эти вот данные и добавляем сюда после чего выбираем подписку в рамках которой будет развернут сервис задаем ресурсную группу и задаем location ну давайте я сейчас что-то добавлю потому что мы не перейдем в следующий а не не получится так мы не перейдем просто в следующий blade да то есть переходим в следующий blade здесь нам необходимо выбрать какой оркестратор мы хотели бы развернуть у нас будет DCOS выбираем DCOS нажимаем ok дальше мы имеем возможность значит что у нас здесь открывается ну здесь у нас по сути дела будут открываться небольшие настройки по конфигурированию контейнер сервиса ага вот да на самом деле тут большие настройки я ошибся значит смотрите первый текстбок здесь мы задаем количество агентов то есть это по сути дела количество виртуальных машин на которых мы сможем запускать наше контейнеризированное приложение в нашем случае будет два две виртуальные машины здесь мы выбираем размер виртуальной машины значит долго открывается ну это классический blade в принципе все вы его видели здесь у нас будут будет список доступных доступных размеров инстанса да я его закрою значит следующий дропдаун здесь мы выбираем количество мастер нодов для целей презентации и для выполнения домашнего задания нам достаточно будет одного мастер нода после чего мы задаем префикс это dns префикс который будет использоваться контейнер сервисом выбираем окей переходим в слайд с результатами вернее с summary выбираем окей и в конце мы переходим в blade покупка на самом деле мы ничего там не покупаем но так как допустим тот же Apache Mesos DCOS есть в платном варианте то для страховки по сути дела Microsoft говорит нам что некоторые ресурсы могут быть платными как только мы выбираем purchase у нас разворачивается кластер я это делать естественно не буду так как это занимает время у меня этот кластер уже развернут пойдем в список ресурсных групп и здесь откроем ресурсную группу containers здесь мы увидим список вернее набор всех ресурсов которые были развернуты Azure container сервисом из наиболее интересных мы здесь видим что вот у нас виртуальная машина на котором запущен оркестратор вот у нас виртуальная машина на которой можно запускать приватные контейнеры вот у нас виртуальная машина на которой будут работать публичные контейнеры ну и также здесь разворачивается load balancer здесь разворачивается storage аккаунт и так далее и так далее значит как нам запустить наше приложение в этом кластере во первых нам необходим данный имидж который мы создали напомню его название sample web app и он существует пока что только локально у меня нам необходимо данный имидж запустить в Docker Hub для того чтобы это сделать мы переходим на сайт Docker.com регистрируемся здесь у меня уже регистрация здесь завершена поэтому мне необходимо сейчас залогиниться мы получаем доступ в Docker Cloud у нас открывается здесь управляющая панель переходим в раздел repositories и здесь мы должны создать наш репозиторий вот у нас в данном случае он уже существует естественно я предварительно туда уже запустил свой имидж и мы видим даже подсказку о том как нам запушить наш локальный имидж в этот репозиторий значит первое что нам нужно это создать тег у которого будет имя совпадать с нашим репозиторием делается это таким образом значит как только у нас такой тег создан у нас в списке докер имидж появится наш образ который мы собственно и запушаем в докер клауд прежде всего нам для того чтобы отправить этот имидж в репозиторий нам необходимо залогиниться докер логин значит у нас просят ввести имя пользователя и просят ввести пароль да вот у нас успешно прошла аутентификация и для того чтобы запушить наш имидж в хаб мы используем команду докер пуш с указанием имени образа значит этот процесс в принципе достаточно быстрый тем более у нас данный имидж уже существует в хабе и мы видим что ничего по сути дела не было отправлено так как уже образ я там развернул теперь мы что нам необходимо сделать дальше во первых я отключу себя в иисе остановлю его для того чтобы освободить 80 порт дальше я расскажу зачем он нужен значит я хочу сейчас получить доступ к управляющей консоли dcos для этого мне необходимо использовать ssh клиент я думаю все вы его знаете это ssh клиент пути я запускаю этот клиент здесь значит у меня уже есть параметры под названием measure container service я их загружаю вы можете их также создать в принципе это не сложно здесь мы указываем hostname вот такого формата сейчас я покажу где его можно взять значит перейдем в Azure портал и здесь мы откроем вот этот вот ресурс и master fqdn мы его скопируем вот сюда порт мы будем использовать 22 00 и для того чтобы у нас произошла аутентификация нам необходимо задать приватный ключ помните мы при помощи partygen мы сгенерировали публичный и приватный ключ для того чтобы это сделать переходим в раздел ssh аутс и здесь мы выбираем путь к приватному приватному ключу как только у нас эти два параметра инициализированы мы открываем ssh канал и здесь нам необходимо указать имя пользователя которое мы указывали во время создания контейнер сервиса произошла успешная аутентификация как только этот ssh канал установлен мы можем пойдя на localhost используя 80 порт для этого я собственно его и отключил чтобы освободить его для для управляющей панели dcOS открываем localhost и получаем доступ к менеджмент порталу dcOS я не буду долго останавливаться потому что dcOS так как у нас действительно время на исходе а сам по себе оркестратор dcOS это достаточно большой сам по себе продукт и очень много здесь чего можно сделать тут мы просто тут следует понимать что мы видим основные ресурсы нашего кластера значит то как распределяется процессор как распределяется оперативная память диск мы видим состояние наших подключенных нодов то есть у нас три нода подключены один мастер нод два эджент нода и чтобы развернуть наше приложение нам необходим внутренний балансировщик значит для того чтобы балансировать нагрузку мы можем использовать как Azure Load Balancer так и внутренний балансировщик нагрузки под названием Marathon LB мы переходим в раздел Universe и здесь у нас открываются все пэккеджи все фреймверки которые мы можем установить в данный кластер как я уже сказал нам необходим будет пакет Marathon LB он будет у нас служить внутренним балансировщиком входящих HTTP реквестов мы переходим в Advanced раздел здесь я хотел бы так как у нас кластер небольшой во первых я выделю ему один процессор а не два и я выделю ему чуть меньше памяти в два раза 568 мегабайт после чего я выберу Install значит я не закончил свою мысль можно было бы использовать и Azure Load Balancer но тогда мы становимся завязанными на данный балансировщик нагрузки используя Marathon LB у нас приложение будет полностью самодостаточное и мы получим собственно ту портативность о которой я говорил значит пэккедж у нас устанавливается да он уже даже запущен на самом деле и теперь значит мы уйдем из этой консоли мы уйдем в другое значит другое приложение под названием Marathon это отдельная отдельный сервис который устанавливается в DCOS и он конкретно он по умолчанию устанавливается и его основная задача это как раз менеджмент контейнеров докер контейнеров значит мы переходим в раздел Marathon здесь мы опять же видим наш Load Balancer и теперь я хотел бы создать приложение для того чтобы создать его я выбираю пункт Create Application и можно задать все параметры через UI но мы будем это делать используя JSON Template значит это мы удаляем и открываем Template с нашим приложением значит этот Template он конечно же к докеру не имеет никакого отношения это Marathon Template он выглядит следующим образом значит здесь во-первых важные параметры какие здесь важные параметры это ID-шник нашего приложения Sample WebUp это сколько инстансов нашего контейнера я бы хотел у себя в кластере для начала это будет один инстанс сколько CPU я выделяю под один контейнер сколько памяти я выделяю после чего основным ключевым компонентом здесь является раздел контейнер здесь мы задаем информацию о нашем контейнере во-первых мы говорим что что тип контейнера докер я говорю о том что нет необходимости подключать различные волюмы к данному контейнеру дальше я под документом докер задаю информацию об имидже вот у нас название имиджа значит этот темплейт он автоматически знает что необходимо пойти в докер репозиторий докер хаб и оттуда вытянуть наш контейнер наш имидж поэтому мы задаем здесь имя без указания докер хаба просто имя нашего образа указываем дефолтный вид сети значит это bridge mode и задаем порт маппингс значит контейнер будет у нас развернут на 80 порту сервис порт это собственно тот порт который открывается балансировщиком нагрузки вот этим вот marathon lb он здесь на самом деле если его открыть мы увидим список портов который он будет балансировать вот он этот список и указывая вот такую конструкцию просто 10 тысяч мы говорим что мы хотели бы получать трафик через этот порт на самом деле это не значит что он будет статический сам балансировщик будет инкрементить это значение согласно количеству инстансов вашего контейнера задаем health check то есть у нас автоматически наш балансировщик будет проверять функциональность и здоровье нашего контейнера отправляя http запросы по данному пути и кроме того здесь немаловажными параметрами являются вот так называемые лейблы то есть это на самом деле переменные окружающей среды и очень важным здесь является вот этот вот параметр haproxy 0vhost то есть он позволяет получить доступ к нашему контейнеру по dns имени значит скопируем данный темплейт и вернемся в основную на основную страницу здесь выберем create application значит добавляем сюда наш темплейт и создаем приложение значит что сейчас происходит этот темплейт обработан и марафон скачивает образ с докер хаба и поднимает контейнер на базе этого образа как видим он уже запущен если ой не да вот sample webapp разворачивается значит в процессе деплоймента наше приложение да вот оно запущено открываем это приложение видим что у нас один инстанс запущен сейчас теперь я бы хотел выполнить масштабирование своего приложения ну допустим до 20 инстансов представьте себе сколько это бы заняло используем используем мы классическую виртуализацию и классическое развертывание виртуальных машин я думаю этот процесс занял бы как минимум ну наверное минут 30 не меньше сейчас вы увидите как быстро развернется у нас контейнер с одного инстанса до 20 деплоймента сейчас у нас происходит деплоймент мы видим что у нас сразу же поменяли значения CPU и memory то есть у нас так как я задавал здесь значение 0.2 то согласно этому значению будет потребляться количества центрального процессора и точно так же работает и память то есть если мы даже сейчас откроем наше приложение мы увидим что уже здесь есть определенные инстанции у нас уже развернуто как минимум как минимум 8 или даже 10 из них видим что у каждого экземпляра данного контейнера свой порт этот порт как раз будет балансироваться нашим балансировщиком нагрузки и если мы сейчас да вот у нас ну собственно как видите сколько времени понадобилось понадобилось наверное минута минута две то есть за полторы минуты мы развернули 20 инстансов нашего приложения и теперь можно его попробовать открыть даже переходим по DNS имени вот как раз вот это вот имя и задавалось в данном параметре переходим по этому DNS имени и видим работающее приложение значит у нас демо закончилось и мы перешли собственно к концу сегодняшнего нашего тренинга у нас осталось время на вопросы то есть если есть у кого-то вопросы я готов их выслушать ну давайте пару-тройку минут на подумать так так у нас в чате ничего нет ну ну хорошо значит если ни у кого нет вопросов всем спасибо за внимание домашнее задание и материалы данной презентации будут отправлены вам чуть позже всем спасибо всем до свидания